Ожидания не совпали с реалиями. Жильцы дома столичного комплекса «Абсолют» получили ключи от квартир, которые по площади не соответствуют той, что была заявлена застройщиками. Сумма разницы в деньгах – миллионы. Как вернуть свои кровные, новоселы не знают. В надежде добиться справедливости люди обратились в нашу программу. Мы хотим вернуть деньги свои, главное, которые мы заплатили за лишнюю квадратуру. Где-то порядка по миллиону деньги. Мы это все, честно сказать, скопили, брали кредиты, шли в долг. О том, что площадь жилья не соответствует ранее заявленной, жильцы узнали уже после заселения. С их слов, по договору в случае лишних квадратов собственники должны были доплатить. Ну а в случае меньшей площади застройщики должны были вернуть разницу. Но на деле все оказалось иначе. Пошло мошенничество. При получении ключей нас обязали оплатить каждого по одному, по два квадрата. Сказали, что у нас по лишнему квадрату вышло. Когда уже начали делать ремонт, оказалось, что у нас не хватает этих квадратов вообще. Сейчас выдают документы, у каждого по 10% квадратуры не хватает. Это порядка по миллиону, по полтора миллиона деньги. Сам процесс получения официальных бумаг на приобретенное жилье тоже непростой. Собственников просят обменять старый договор на новый, причем слепую, предварительно не ознакомившись с условиями нового документа. Сначала просят подписать документ, что со всеми условиями согласен. На руки не показывает сам документ, техпаспорт. Пока мы не подпишем этот документ. На вопрос о тех же площадях разницы, внятного ответа нет. Они говорят, подписывайте, потом документы. Так мы должны ведь увидеть вначале документы, что там написано, сколько квадратов. Они нам ничего не дают, они говорят, подписывайте, отдавайте нам старые договора, а потом, пожалуйста, будьте добры, получите документы. Жильцы этого столичного ЖК теперь думают, как получить документы на новую квартиру и еще как вернуть свои деньги. Следующий шаг – это только через отделные органы. И это еще не все проблемы нового дома. Со слов жильцов, изначально проект жилого комплекса «Абсолют» был рассчитан на 9 этажей. Но неожиданно появился 10 этаж. Новоселы уверены, что это незаконная надстройка, а технические помещения переоборудовали под жилье. Когда составлял договор, у нас был 9-этажный дом. Но откуда ни возьмись, на наши деньги построили 10 этаж. 10 этаж – это техэтаж. Позвал – это техэтаж. Это все считается кондоминиумом. Кондоминиум должен быть общий. Но нет. Они сейчас облагоустроили 10 этаж под квартиры и продают. У нас появился 10 этаж, будучи сначала техническим, теперь стал жилым. Есть информация с социальных сетей, с публичных ресурсов, где эти площади продаются. И причем они проданы и оформлены документы уже. Согласно уставу, вот эти площади, эта прибыль, она должна также ложиться на фонд ЖСК. И как-то обговариваться со всеми членами ЖСК, чего нет на данный момент. Редакция «Народного контроля» связалась с юридической службой застройщика ЖК «Абсолют». Но, к сожалению, они пока не готовы дать комментарий по сложившейся ситуации. Ну а мы, в свою очередь, отправили официальный запрос в Акимат столицы. Надеемся, там быстрее ответят на запросы проблемных новоселов.